Мы уже подъезжаем к Кристинке. Смотрите, какой красивый букетик. Сегодня у нас, наверное, не дед на светле. Вот меня уже начинает напрягать. Давай в футбол играем. О, гол! Вот сапожки хочу себе какие-нибудь. Всем доброе утро! Дэнни только проснулся, пока мама видео монтирует. И уже с игрушкой. Вот так ему понравился этот вот Тетрис Марио. Не знаю, Супер Марио, мне кажется, вообще называется должно. Он уже ходит там. Стреляй! Пока я монтирую, тихонечко встал такой и пошел в комнату сюда. И такой, о-о-о. И сегодня день рождения у Кристины. Я ее сердечно поздравляю. Мы сегодня едем к Кристине. Сегодня я решила Дэннику не везти в сад. Потому что на улице холодно, мне нужно вещи разобрать. А какие планы сегодня? Кстати, солнышко, не так ясно. Не, хотя там где-то у нас... Вот там, видите, немножко туманно еще наверху. А так в целом ясненько довольно. На улице. Может быть, дождь потом будет как-то вот там. То ли туманно, то ли что. Но в целом я смотрю, классная погода. Сегодня у Кристины день рождения. Я ее поздравляю. Есть. Хорошую. Я хочу, чтобы она оставалась такой же доброй, нежной, отзывчивой, такой внимательной, такой... Что мне очень нравится в Кристине, чего не хватает во многих людях. Она всегда думает о других больше, чем о себе. Это, конечно, может быть даже иногда и ей в ущерб. Но она вот такая заботливая очень и внимательная даже бывает чересчур. Даже бывает вот не нужно даже так делать. Это бывает не нужно даже никому, когда так сильно заботятся. Но я это в ней ценю, потому что это что-то такое теплое, что-то такое доброе, что-то такое редкое, что есть в людях. И я хочу, чтобы она оставалась такой же, главное только, чтобы себе не вредила этой заботой, такой сильной заботой от других. Хочу пожелать ей крепкого здоровья, потому что здоровья никогда не бывает много в наше время. Хочу, чтобы всё у неё отлично складывалось на всех фронтах, вот где она хочет. У неё хорошие цели, хорошие желания. Я хочу, чтобы всё это реализовалось в её жизни. И она была просто счастлива. Люблю тебя. Сегодня мы едем к ней в гости. Деньку, да, решила не везти в садик, потому что думаю, ну как это крёстное, мы не поедем вместе в гости, он будет где-то. Плюс ещё погода такая непредсказуемая, вроде холодно. Я вещи ещё не подоставала все. И, короче, думаю, ладно, сегодня пятница, не буду везти его в садик, пусть сегодня погуляет. Плюс его надо ещё подстричь мне, тоже уже подготовка к его дню рождения будет в воскресенье. Поэтому сегодня решили прогулять в садик. Сейчас я монтирую видео, пью кофе, мы уже с Кристиной на связи, в общем, договариваемся, что, как, во сколько. Она вообще не планирует сегодня отмечать день рождения, я не знаю, что она там будет у себя снимать. Я ей сказала, что я в любом случае приеду её поздравить. Мне не нужен праздник, не нужен день рождения, как бы я... Просто её увидеть и поздравить, это же её день, только для этого приеду. Ну, она уже там... К ней ещё кто-то должен приехать. В общем, она тоже не может что-то там, ну... Хочет, в общем, организовать какой-то мини-стол, но... Я как бы... Я еду просто к ней, а не на стол. На стол я не еду. Вот. Ой, что-то сердце схватило. Кофе, 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 наверное. Всё, пошла, в общем. Денька, он вскочил, игрушку взял тихонько, даже не сказал мне доброе утро, мама. Такой взял, такой глянул, мама там сидит, игрушку взял в комнату, быстренько. Вот. Ладно. Всё, пошла делать дела. В общем, включусь позже. День, подстричь перед крестьянным днём рождения. Так сложилось, что времечко тут есть. И хорошо. Сейчас сделаем прическу. Хочу чуть-чуть убрать по бокам, а так длину оставить. Нет, нет, чтобы прическа была прикольная. Ну что, ты готов? Всё, быстренько подстрижём, как обычно. Ты уже знаешь, как это. Да? Нет. И плакать не будем. Ты помнишь, что я обещал мне, да? Ты же мужчина у меня. Деньку подстригли. Смотрите, какая у нас аккуратненькая стрижка. Давай уберём с лица всё. Красивая? Ну? Да. Скажи спасибо. 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 Короче, вот такая вот у нас стрижечка, аккуратненькая. Красота. Тебе нравится? Угу. Мы уже подъезжаем к Кристинке. Смотрите, какой красивый букетик. Я её набрала. Так красиво запаковали. Мне так нравится горошек. Вот это вот. Короче, всё здесь. Летненькая. Ну что, мои хорошие, мы вернулись домой. С дня рождения Кристины. И я ничего там не снимала. И те, кто были из блогеров, тоже ничего не снимали. Был такой домашний день рождения. Кристина его вообще не собиралась отмечать. Я её в любом случае приехала бы поздравила. Я ей об этом сказала. Но таких, как я, оказалось не я одна. Кто просто захотел приехать её поздравить. Поэтому она организовала небольшой стол, шашлыки, закуски. Вот, посидели, хорошо отдохнули, поболтали. И приехали домой. Доброе утро, мои хорошие. Не знаю, как я сейчас выгляжу. Я вчера просто не смогла умыться даже, потому что я вырубилась. Сейчас буду приводить себя немного в порядок. Хотела видосик снять. Сейчас уже смонтировала видео. Вот сейчас выкладываю вам на второй канал. Покупочки. Короче говоря, что я хочу сегодня. Какое-то такое настроение. Сегодня суббота. Перед праздником дня рождения, отмечания Денинова. Хочется что-то пошататься, погулять. Немножко, может быть, шопинг какой-то устроить себе. Короче, я бы поехала в торговый центр и что-нибудь новенькое себе бы купила. Сейчас я пью кофе, выпила уже кружечку кофе. Сейчас надо позавтракать. Денька уже поел блинчики. Я еще ничего не ела. Я, как всегда, до обеда пью кофе уже полдвенадцатого. Думаю, надо потихоньку собираться. Может быть, что-то вам подсниму. Хочу зайти в Зару на самом деле. И еще мама просила в горизонте, если я буду, вот такую же игрушку, как у Дени, взять Настя. Игрушка, кстати, где покупала маме. Вот это вот Денди. У многих ностальгия. Я видела в комментариях, не стала отвечать. Думаю, отвечу вам здесь на камеру. Она брала где-то на островке. И я так поняла, что это где-то недалеко от H&M. Вот она сказала, я ориентировалась под H&M. Где-то какой-то островок там есть. И недалеко там H&M. В общем, буду ходить по островкам, посмотрю. Там много всяких таких игрушек. Вот, надо будет взять Настя. Ой, что еще? А я, короче, сапоги себе хочу. Я заметила, что у меня очень много всяких разных ботинок, все такое. Но у меня нет каких-то хороших сапогов. Именно каких-то трендовых, модных. Знаете, там одел, не знаю, лосины какие-то в птяжку. И сапоги, например, да. Или там колготки, и сапоги, и длинную. Ну, платье, вот свитшот, что-то такое. Именно сапоги хочу. И я не знаю, какого цвета. Черного или какого-то другого. Короче, вся в раздумьях. Я еще сплю, походу. Работаю, сплю. Вот, в общем, посмотрим. На улице пасмурно так вообще. Спать бы и спать бы, но много спать я не могу. Я хочу бодрствовать. А хочу чувствовать жизнь. Завтра у нас будет очень насыщенный день, поэтому сегодня хочется как-то его провести так лайтовенько. Подзарядила чуть-чуть свою камеру. Вот, вот мне нравится, когда майка торчит внизу. Вот это сочетание цветов. И вот такой вот хвостик. Гулька. Я сегодня не красилась. Решила только губы смазать блеском. Я вообще им очень редко пользуюсь, но что-то в этом есть, да? Когда блеск у нас на губах. Что-то такое натуральное, естественное. Пристегнулся? Ручки одеваюсь. Короче, девчонки поскидывали денег на подарки. Любашка прислала денег, Кристина денег прислала. Сказала, купите что-нибудь малому. Сами. Вот, ну, конечно, понятное дело, что мама лучше знает, что купить. Вот, и я сегодня что-то раз, раз бывает, что-то хочу одеть жилетку. Все жилетки маленькие. Думаю, надо жилетку купить. Еще ему там садик нужно. Короче, я думаю, что я девочке-заботушке куплю ему одежды. Отчет сделаю. Вот, что еще хотела? А, наполнители. Наполнители для наших котиков. Я, честно говоря, забодалась уже за ними убирать. Вот то, что я выбрала, наполнитель в туалет. Да? Для одной моей милки вообще комфортно, супер. Но когда они ходят вдвоем, как люди, понимаете? Это, короче, я уже устала просто. Просто устала убирать. Это по несколько раз в день по-хорошему надо убирать. Я просто устаю. И я решила взять вот этот наполнитель, который все-таки, ну, когда они хотя бы по-маленькому ходят, да, чтобы просто перемешать там и все. Короче, надо что-то взять, чтобы запаха не было. Потому что я помню, что я пробовала этот силикагель. Там запах оставался. Так это меня иду. Бесило. Вот. Еще мне надо заехать в Фаберлик, поменять книжку. Сейчас заеду, возьму этот наполнитель. Потом заеду за Васильком. Посылка ждет меня. Потом мы поедем в торговый центр только. Спасибо. Это для меня, Кисть? Да. Спасибо. Они так вкусно пахнут. Смотрите, какая куртка. Но это, блин, для более взрослых ребят. Двусторонняя. Черная с одной стороны, а с другой стороны хаки. Но они прям большие все. Блин. Вот сапожки хочу. Все какие-нибудь штуки. Косяки тут уже по мере 38 размер свой. Вот какая-то бежевая. Я еще черная смотрела. Бежевая как-то не знаю даже. Так что они мне зеркал нигде нет. Надо еще что-нибудь. Короче, просто трубы обычные. Черные такие хочу. Ой. 11 990 стоит. Это ценник. Да, жопка? Так удобно в кроссовках, в ботинках моих любимых, что одеваю сапоги и так неудобно в них. Это странно. Это Coordinательный. Я хочу跟大家 пробовать. Пом Euro-п vibes. Каневинский. padрацовки. А не. Каневинский. Cumple. Так. Каневинский. 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 Пойдем, Жень. Смотрите, какие мужские тапки. Классно? Кто хочет своему парню такие? 6 тысяч. Вершка. Давай, в футбол играем. О, гол! Молодец какой. Давай. Нет, по нулям пока что сейчас. 0, 0. Достаем мячик. Дэнь, давай. Дэнь. Не, не... А, один, да? Типа ты забил. Ну, хорошо, ладно. На, давай. Иди стадись туда. Мячик на поле. Поехали. Поехали. Ничего не хватило, наверное. Так. За что? Гол. Теперь у меня один. Что приноровиться, надо им играть. Не в ходу. Ну, ладно. Давай сам тогда играй. Миха, я пойду чай попью. Уже шоколадку съела. Вкусная, кстати, шоколадка вот эта. И конфетки вот эти вкусные. Короче говоря, походили мы с Дэней, погуляли по торговому центру. Зашла я в один магазин, в другой, в третий. Просто, видимо, нет настроения. Я себя еще так плохо чувствую. Ну, состояние такое какое-то уставшее. И, видимо, может, поэтому нет настроения. И мне ничего не нравится. Представляете вообще? Какой-то ужас. Я одеваю сапоги какие-то, еще что-то. Думаю, блин, как неудобно. Как удобно в кроссовочках. Короче, у нас передышка. Денька играет там в этот футбол настольный. Я чай пью. Ну что, мои хорошие. Короче, едем домой. Нифига не купили. Сейчас была передышечка небольшая. И в итоге на улице дождь. И холодно. И уже захотелось, честно говоря, домой. Вообще не кайф шататься. Так что все подарки, которые должны были быть куплены, переносятся на потом. На следующую неделю, получается. Написала сегодня всем, чтобы уже собирались, не опаздывали завтра. Так что всех завтра ждем. Завтра празднование. Посмотрим, как пройдет. Такой первый мой праздник. Для ребенка. Ну, короче, купила вот такой. Номер один. Сказал, что... Так, впитывает до единой капли гигиенический наполнитель. Типа, я говорю, что запах держит очень хорошо. Вот он говорит, номер один. Сразу. Думаю, ну ладно. Сейчас насыплю, короче. Им помыла все. Всполоснула. Здесь такая поверхность, что вот это вот не отмывается. Все бесит вообще. Короче, хочу вообще новый туалет купить. Какой-нибудь автоматический. Если у кого-то есть какие-то автоматические туалеты, крутые, кто горя не знает, то, пожалуйста, советуйте мне. А в директ или в комментариях. Ой, дымовая завеса какая-то тут появилась. Что такое? Чихаете? Барсик не чихает. Барсику все равно. Ну, кайма, вам все надо высыпать эту фигню? Все или как? Вот он мне только не нравится тем, что он более громкий. Милка сейчас сделает дело, по-моему. И Барсик тоже любит на чистенькое ходить. Называю его по-разному, девочки. Барсик, бантик. Первый пошел. Вот, ты слышишь, ты? Он громкий. Вот это, я помню, минерал. Заходит туда и начинается. Слышно все. Бантик, он еще там так шуршит. Пошел. Писает. Доброго дня, мои хорошие. Все, бегаю уже. Вообще дома сначала не могла найти камеру, потом перед выходом уже нашла камеру. Мне еще курьер звонил за посылкой, съездила. В магазин заехала. В магазине набрала, по-моему, на 2 800 в пятерочке. Сейчас заехала за шашлыком, а 2 500 заплатила. Я потом в конце, если не забуду, посчитаю, сколько все вышло, скажу вам. Вот. Сейчас хочу еще для деток взять бургеры все-таки. Но Бургер Кинг где-то далековато находится. Все в торговых центрах. Мы мимо ничего проезжать не будем. А Макдональдс будет рядом. Поэтому в Макдональдсе возьму бургеры деткам. С утра я заказала суши, 2 порции роллы там, и пиццу одну сырную. Ну, детям, мало ли кто, бургер там не будет, или бургера будет мало с картошкой. Вот. И что еще? Что-то еще заказала. А, торт привезут у 16.30. Аниматоры уже там на месте будут через полчаса. Короче, надеюсь... Что я хочу? Чтобы праздник прошел превосходно. Все наелись, детям было весело. И все вовремя пришли, и никаких сбоев не было. Самое главное. Я нервничаю. Вот меня уже начинает напрягать. Все вовремя к половине. К половине. Какой половине? Или к половине? 15.30. Короче, подъехали взять эти бургеры. В 15 минут мы подъехали взять бургеры. Уже стоим? 15, 20, 25 минут ждем эти бургеры. Уже сейчас гости... Нам 20 минут ехать отсюда. Сейчас гости уже раньше нас приедут. Уже идет все непоплавное. Бесит. А кто тут у нас готовит? Кто тут такой? Это ужасно. Я пришла. Гости все пришли, я все писала. Не опаздывай, главное. И опаздывали сами. Нас все ждали. И вот сейчас там, слава богу, аниматор пришла. Что я там рассказывала? Я думала. Что все пришли? Ничего страшного. А все пришли, мы подъехали. И получается, что не на том, что раньше пришла, а прямо когда уже всех встречать. А, ну если бы не аниматор, а вот сейчас, я не знаю, что бы делать. Да все здорово, все супер. Не слушайте ее. Вообще, все классно. Сейчас покажу. Так, пока тут все лежит. Вот какой стол. А еще блогер один, да? Да. А вот детский стол, он еще, и Селена накрывает. Вау, как красиво. Цифра 5. Дэниелу 5. Дэни, друзья, это не я. Смотрите, сейчас ваша задача приклеить, это себя вот сюда на грунт. Я вам могу помочь. Давайте я помогу. Давайте приклею. Кого еще нужна помощь, ребят? Давайте я помогу. Все, мои хорошие, я разделась. Возьми на камеру. Не знаю, что вам тут... Систера наснимала, сейчас я еще раз пройдусь. Вот такой детский стол сделали. Короче, еще все горячее на самом деле, потому что мы опоздали из-за этого. Все гости приехали, мы опоздали. Так, это у нас вот, кстати, специально для Маши и для Дэни, без лишних дополнителей. Вот. Короче, ну на столе что здесь я сделала? Роллы, сырок немного, мясо, курица и свинина у нас здесь. Ну вот, то есть минимум, да? Ну и алкоголь. Такие дела. Гости все приехали. Рина, мама, Марина. Привет! Ты так повзрослела у меня. Да? По столу даже. Из-за которой болезнь для борьбы... Для борьбы... Тут он, Настя. ...с угроженными бойцами. Ооо, что же это за боец такой? Ооо! Ооо! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон «Симон» Субтитры подогнали Симон 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 наложить, накласть, короче, накрыть, вот, накрыть стол, дети сразу пошли с аниматорами, и большое спасибо, что детей сразу заняли, они там гуляли, классно, что у нас помещение было там, как две комнаты отдельные, то есть в одной играют дети, не мешают, да, а в другой там мы суетимся, все это. В итоге я смотрю, от того, что я суючусь, никто не садится за стол, я уже садитесь, садитесь за стол, все переживают за меня, что я такая вся на суете, я в итоге, ну, практически не присела, то есть там в конце там где-то присела, там, в общем, я не выпивала и не присела, и просто пришла домой, потом просто вырубилась, но всем понравилось, все говорят, что классный день рождения, вот это особенно серебряное шоу, в конце просто всех покорило, кто не видел такое шоу, то с удовольствием все поиграли, и я сама там порезвилась, вот. Короче, все понравилось, у Дэнни куча подарков, я просто думаю, что сейчас надо выпустить вам видео, я, наверное, выпущу это видео с днем рождения, в следующем влоге распакуем подарки, которые начнем как раз таки, да, влог с распаковки подарков, там у меня стоит куча пакетов на входе, кучу денег надарили, так что еще надо пойти в торговый центр и накупить что-нибудь ему, может быть, это тоже все в следующем влоге будет. Также я вам обещала сказать, что как по ценам вышло день рождения. Конечно, такой день рождения не может быть бюджетным, хотя бюджет это, ну, знаете, у каждого свой бюджет, для кого-то там 50 тысяч это бюджетно, например, да, потратить, для кого-то 20 тысяч бюджетно, для кого-то 20 тысяч это много, вот. Поэтому все, конечно же, относительно, но на мой взгляд, как бы это не совсем бюджетный день рождения, но мне кажется, что на 5 лет это такой мини-юбилей, я считаю, вот, можно было бы потратиться. В общем, не считая шоу, потому что шоу, каждый выбирает, какое нужно, аниматоров, каких нужно ему, да, то есть шоу бывают разные, цены абсолютно разные. В общем, если не считать шоу-программу, да, вот, праздник, организация аниматоров, диджея и серебряное шоу, то вышло все в 25 тысяч рублей, я так посчитала. Тол, аренда зала и так далее. Вот такое шоу, как у нас, стоит около 30 тысяч, то есть аниматоры были с нами все 3 часа, а один аниматор стоит 3 тысячи рублей. В принципе, так везде. Я цены узнавала, приценивалась, когда выбирала. Диджей стоит 2,5 тысячи час. Шоу, на самом деле, серебряное шоу, вот здесь, да, у ребят, оно стоит недорого, цены были и выше, серебряное шоу стоит 6500. Когда я приценивалась, еще были цены и выше, и 9 тысяч были цены, когда я узнавала. Вот, здесь все в комплексе входит, мне нравится, что, во-первых, я была все время на связи, мне ребята помогали искать площадку еще, то есть у них есть связи и так далее, скидывали мне площадки, я ходила, смотрела. Это удобно, раз. Второй момент, что они полностью берут организацию на себя, ну, как под ключ, да, то есть тайминг весь мне расписали, когда, что, торт выносить, поздравления, там, да, какая программа, то есть у них много разных программ есть. Я вот выбрала ярких аниматоров, мне захотелось, чтобы все было, как в зале, да, у нас там яркие такие краски были. В общем, двух аниматоров весело проводили время, диджей, естественно, музыка, дискотека, там все слажено. Ну, и серебряное шоу, я очень хотела это серебряное шоу, побыть там внутри и покидать все это дело. Вот, в общем, не считая, в общем, всей этой шоу-программы, потому что у нас аниматоры все три часа были, вот, и диджей, получается, три часа был все, и как бы это другой ценник. Аниматоров также можно заказать и на час, и на полтора, и на два там, да, вот, это уже договариваются каждый, кому как. Короче, в целом, такой день рождения 50-55 тысяч, вот. Но главное, что все остались очень довольны, и я очень рада. Ссылку на ребят, кстати, я оставлю под видео, если что, обращайтесь, приценивайтесь. Еще, если вы до 1 декабря будете устраивать какое-то мероприятие, и скажете промокод авиатории, вам сделают в подарок еще дискотеку полчаса. Это очень круто. Все, сегодня я отдыхаю. Дэня в садик не пошел, потому что я подумала, классно, пусть распаковывает подарки, радуется. Ну, и мне как-то с ним хочется время провести. Я написала в садик, что мы не придем сегодня. Завтра пойдет в садик. Завтра у меня зубной, уже конечная, конечная моего зуба, долго играющего. Вот, в общем, все. Сажусь монтировать вам видео, пить кофе. Отдыхать и убирать. Сейчас до следующего видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok